Всем привет моим друзьям, товарищам, подписчикам и просто гостям канала. Сегодня я расскажу и покажу, чем я занимался на новогодние каникулы. А конкретно я строил дом. Дом для Барби, для моей любимой дочери. На мой взгляд домик получился более чем отличный. Моя дочь уже его обустроила. В доме постелен ламинат и на первом и на втором этаже. Такая вот штуковина, выпиляшка. Да, кстати, немного забегая вперед, весь домик сделан из ОСБ плиты. Можно видеть неравномерность покраски. Немного топорно, уже дом нужно было сдавать в эксплуатацию на день рождения дочери. Поэтому просто прикрутил вот такими вот косыночками крышу. Крыша, кстати, также приклеена на клей. Крыша имеет такой вид соломенности, вот, не некоторой соломенности, ну, если можно так сказать. Это декоративная штуковина, которую я покупал в магазине. Вот, труба. Ну, собственно, вот такой вот домик получился. Дочь с удовольствием здесь коротает время. Переходим к, непосредственно, к исполнению этой всей штукови. С чего начинается любая реализация проекта? Правильно, она начинается с чертежей. В данном случае вообще не обращаем внимания на вот эту штуку. Вот, обращаем внимание на вот такой вот чертеж. Он непропорциональный, но тем не менее. Объяснять не вижу смысла, потому как вы, в принципе, все видели. Видели готовую конструкцию. Если хотите, можете подставить на паузу и вникнуть в суть дела более подробно. В строительном магазине был куплен лист ОСБ плиты. Вот он на ваших экранах. Далее из него я выпилил несколько составляющих будущего домика. Несколько кусков. Вот, эти куски я крепил между собой на клей. Также прибивал маленькими гвоздиками. Вот так выглядит конструкция на начальном этапе. Убедительная просьба не обращать внимания на бардак. Бардак творческий, который творился у меня в мастерской. Едем дальше. Были выпилены будущие окна. Не очень красиво, не очень аккуратно, но потом все аккуратно сгладилось. Далее проклейка красивыми обоями. Причем важен нюанс того, что обои очень плохо клеятся на обойный клей к ОСБ плите. Я мазал 85 раз. В итоге приклеил. Все отлично. Подгонка, обрезка. Далее поклейка обоев. Обратите внимание, здесь я уже прикрутил мебельную трубу для прочности конструкции. И фасадики между первым и вторым этажом. Далее сделал крышу примерно вот такой вот конструкции. Здесь она еще не прикручена. Следующим этапом было постелить ламинат. Вот так выглядит примерный дизайн двухэтажного домика по размерам вышеуказанным. Здесь этот домик я перевернул и покрасил белой краской обычной. Обратите внимание, здесь уже приклеена вся обналичка. Под каждое окно вырезалось 8 кусочков пластика. Все они подрезались. Довольно-таки трудоемкая работа. Но вид дает. Вот так было все покрашено. Это покраска непосредственно самой крыши. Это материал, который использовался для крыши. Вот так вот я привез этот домик в ночь перед днем рождения моей дочери. Уже прикрутил крышу. Вот так он выглядит вживую. Не мебелированный. Без мебели. На самоклеящейся бумаге были распечатаны вот такие вот наклейки. чтобы создать интерьер и какой-то уют в домике. Любите своих детей. Не забывайте о том, что детство бывает всего один раз в жизни. Подписывайся на мой канал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok